Банкир ТВ А теперь подробнее об этих и других темах. В пятницу торги на российском рынке акций завершились снижением. Индекс ММВБ просел до отметки 1650,08 пункта. Индекс РТС снизился до уровня 912,44 пункта. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру и осрос.ру. 123сервис.ру – кратчайший путь к привлечению потенциальных клиентов в таких сферах, как кредиты, недвижимость, страховки, ремонты и другие направления. Звоните по телефону, указанному на сайте 123сервис.ру. Обеспечьте себя новыми клиентами уже сегодня. 123сервис – ваш ключ к успеху. О проблемах развития российских банков в интервью банкир.ру рассказала заместитель председателя правления военно-промышленного банка Наталья Масюкова. Сегодня в нашей стране происходит ужесточение конкурентной борьбы. От нее выигрывают все – и рынок, и банки, и конечный потребитель. Понятно, что в условиях кризиса конкурировать становится тяжелее, отмечает эксперт. Но ведение порядка и определение правил оказывает на рынок позитивное воздействие, тем более в условиях экономической неопределенности. Банкам нужно научиться идти вперед и развивать бизнес в этой ситуации. Конец цитаты. Полностью интервью с Натальей Масюковой читайте на сайтах банкир.ру и 123кредит.ру. По перспективам ценовой динамики евро-доллара, основным драйвером изменения курса европейской валюты на следующей неделе будет без сомнений развитие ситуации вокруг Греции. Не прекращающиеся даже после достижения договоренности дискуссии между странами-членами Евросоюза о том, насколько далеко они должны продвинуться в спасении страны, которая не хочет быть спасенной и не хочет оставаться членом еврокоманды, лишают аналитиков и инвесторов уверенности в благоприятном дальнейшем разрешении конфликта. Заявления, подобные прозвучавшим из уст министра финансов Германии, могут в любой момент подтолкнуть евро к еще большему падению. Да, в понедельник заработают греческие банкоматы, подавая сигнал миру и Европе, что ситуация в Греции изменилась к лучшему. Но сложившаяся ситуация продемонстрировала экономическому миру существующие противоречия не только между Германией, наибольшим заемщиком, и Грецией, наибольшим должником, но и между двумя концептуально противоположными лагерями. Немцы, финны, голландцы, прибалты и Словакия не хотят тратить деньги налогоплательщиков на спасение тонущего греческого корабля, в то время как французы и итальянцы готовы на многое ради сохранения экономического единства. Лидеры Евросоюза провели в поздних встречах всю прошедшую неделю, и пока нет четкого понимания того, как будет защищаться этот союз от все больших внутренних противоречий. В целом, даже абстрагируясь от ожидаемых слухов и заявлений, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем на основе технического анализа нисходящий тренд для пары евро-доллар. В начале недели курс протестирует на прочность линию поддержки на уровне 1,0820, и есть основания предполагать, что на этой отметке пара не задержится. В таком случае уровень 1,0820 превратится в сильное сопротивление, для пробития которого валюте в дальнейшем понадобятся более серьезные основания, чем декларации о единстве и оптимизме, прозвучавшие ранее. Основные дальнейшие линии поддержки будут проходить на отметках 1,08, 1,0760, 1,07 и 1,0650, и не исключено преодоление нижнего уровня. Восходящая коррекция от этих поддержек будет направлена к отметкам 1,0820, 1,0860 и 1,09. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок, и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали... Что мы мастера риска. Суть предпринимательского духа. Ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего. Зарабатываем своим умом. Приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль – наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы – трейдеры. О векторе развития российской экономики в интервью банкир.ру рассказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. По его мнению, следует наполнить практическим содержанием принятые Госдумой законы о стратегическом планировании и промышленной политике, а также иметь амбициозную программу социально-экономического развития на ближайшие 15-20 лет. Эксперт отметил следующее. В финансовом секторе необходимо увеличивать сроки рефинансирования банков, расширять круг допуска кредитных организаций и перечень принимаемых в обеспечении активов, ввести депозиты без возможности досрочного изъятия и проводить другие меры, помогающие формировать ресурсную базу для среднесрочного и долгосрочного кредитования экономики. Конец цитаты. Полностью интервью с Анатолием Аксаковым читайте на сайтах банкир.ру и 123kredit.ru. В августе пройдет совместная онлайн-конференция агентства банкир.ру, журнала «Банки и деловой мир» и Ассоциации региональных банков России. Онлайн-конференция будет посвящена ресурсной базе российских банков. В ней примут участие президент Ассоциации региональных банков России, депутат Госдумы Анатолий Аксаков, а также вице-президент, директор Центра развития банковской системы Ассоциации региональных банков России Алина Ветрова. Задайте свои вопросы участникам онлайн-конференции «Капитализация и ликвидность ресурсы» на портале банкир.ру. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123kredit.ru, asros.ru. Сюжеты Банкир.ТВ вы можете увидеть также на сайтах beriki.ru, 123service.ru, finarti.ru, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компаний Кредитный и финансовый консультант и других. А мы прощаемся с вами и желаем успешной финансовой недели.